Друзья, всем привет! Сейчас в продаже очень много вкусных и спелых мандаринов. Если мандарины можно съесть или испечь из них пирог, то всегда остается вопрос, что же делать с корками. Мне лично выкидывать их всегда жалко. Я научилась делать из корок вот такие вот классные цукаты, сладкие конфетки, и сегодня я вам покажу рецепт. Берем мандарины. Нам понадобится примерно 6 или 7 штук, смотря какого они размера. У меня были достаточно крупные. Хорошенько их моем, желательно со специальным средством, и очищаем от кожуры. Складываем корки от мандаринов в глубокое блюдо и заливаем их водой из-под крана. Воды должно быть много, чтобы она полностью покрывала все наши корки. Накрываем блюдо с корками тарелочкой. Это делается для того, чтобы корочки не всплывали. И оставляем примерно на сутки, а лучше на двое. За это время воду можно поменять несколько раз. Спустя нужное время достаем корки из воды и взвешиваем на кухонных весах. Если вдруг у вас нет кухонных весов, то прикиньте на глаз, сколько примерно в граммах весят ваши корки от мандаринов. Теперь берем разделочную доску, нож и нарезаем корки. Резать можно на полосочки или на кусочки. Кусочки могут быть покрупнее или помельче. Здесь все зависит от вашего желания, как вам больше нравится. Но главное, конечно, чтобы конфетки было удобно есть и чтобы они поместились в баночку, в которой будут храниться. Нарезанные корки складываем в кастрюлю или ковшик с толстым дном и засыпаем с сахаром. Сахара нам понадобится примерно столько же, сколько у нас весят корки. Ну, например, если у вас 200 грамм корок, возьмите 200 грамм сахара. И наливаем в кастрюлю немножко воды. Воды должно быть примерно в 3 раза меньше, чем сахара. Хорошо все это дело перемешиваем и ставим на плиту. Включаем средний огонь и доводим корки до кипения. После закипания варим примерно 40-50 минут. Периодически корки можно помешивать, чтобы они не пригорели. Огонь должен быть слабый или чуть выше слабого. Но главное, не очень сильный. К концу варки корки будут выглядеть примерно так, как у меня на видео. И запах на кухне будет просто фантастический. Теперь берем противень, застилаем его бумагой для выпечки и выкладываем наши цукаты. Нам нужно слегка подсушить их в духовке. Хотя, в принципе, если вы любите мокрые и мягкие цукаты, их можно сразу же переложить в какую-нибудь стеклянную банку с крышкой и уже начать кушать или дарить друзьям. Я решила все-таки немного их подсушить, чтобы они дольше хранились и были как конфетки. Готовим в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут. Больше не нужно. Подсушенные цукаты перекладываем в стеклянную банку с крышкой. Они очень легко отстают от бумаги для выпечки. С этим проблем точно не будет. Чтобы цукаты не задубели, ну, то есть, чтобы не сломать об них зубы, их обязательно нужно хранить с закрытой крышкой. Эти цукаты очень вкусные. Я приготовила две таких банки, мы уже съели половину буквально за пару часов. Кстати, если вы боитесь, что конфеты получатся горькими, переживать не стоит. Главное, дать коркам настояться сутки или лучше двое. Тогда вся горечь уйдет, и конфетки получатся очень вкусными. Очень советую вам приготовить цукаты по моему рецепту. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok